В этом году летом отмечается 50-летие высадки человека на Луну. По этому поводу во всем мире уже проходят различные мероприятия. Не обошли они стороной и наши края. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Слова старой известной всем песни. Можно, во всяком случае, посмотреть на выставку «Дети на Луне», куда мы и отправились. Эта выставка организована в торговом центре «Наутика», где дети могут ознакомиться как с какими-то космическими приспособлениями, так и, например, со строением нашей Солнечной системы. Выставка путешествует по миру уже больше 10 лет. В основном она была представлена в Европе, но также она была и в Дубае, например. И Эстония стала 26-й страной, где эта выставка сейчас находится. Главным партнером этой выставки является Европейское космическое агентство, которое и предоставило большинство экспонатов. Экспонаты, кстати, расположены по всему торговому центру, но в отдельной выставочной зоне есть еще и интерактивные развлечения. Помимо непосредственных экспонатов, есть еще специальная камера, в которой можно испытать, каково это – ходить по поверхности Луны. Для школьников даже организована интерактивная тематическая экскурсия. Первая часть – знакомство с экспонатами и информацией, связанной с первым полетом на Луну, которые осуществили Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз на космическом корабле «Аполлон-11» в 1969 году. А вторая часть, можно сказать, практическая – сам полет на Луну. Полет на Луну нравится детям больше всего. Это для них просто настоящее путешествие. Шлемы всегда ждут, экипировка. Вот все, как при полете на Луну. Экипировке действительно уделяется много внимания. Юные космонавты перед так называемым полетом надевают шлемы и скафандры. Сама же выставка продлится до 10 марта. Артур Тюленев, Юрий Жильцов. Специально для «Кофе-Плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова